Николай Караченцев играл главную роль в спектакле «Юнона» и «Авось» около 20 лет. Зрителям он запомнился и по телеверсии и постановке. Очевидно, что многим будет трудно принять другого актера в образе графа. Дмитрий Певцов, который служит в театре «Ленком» рассказал, насколько это сейчас сложная задача. У него было удивительное совершенно обаяние. Я даже не подозревал, насколько. Я понимал, что его любят люди, но вот на панихиде были ребята из Киева, которые просто прилетели похоронить. Со всей страны люди прилетали на похороны, чтобы проститься, вспоминает актер. По его мнению, Караченцев обрел популярность не только благодаря актерскому таланту, но и удивительному обаянию. Также он отметил, как ответственно подходил народный артист к легендарному спектаклю. При этом он нас мучил, когда играл Юнону. Он же был режиссером, проводил танцевальные репетиции, показывал все движения. Гневался, не понимал, как это может не получаться. В общем, удивительной теплотой был человек. Он был теплым и родным человеком, говорит звезда. Мы сейчас находимся в поиске исполнителя на роль Рязанова. Марку Анатольевичу нравятся одни актеры, мне – другие. Он как бы старший, я не соглашаюсь, но вынужден соглашаться потому, что он главный и делал этот спектакль. Он видит то, чего я не вижу, очевидно. Вообще в театре хорошее отношение, все друг к другу относятся хорошо, но Николай Петрович был любимчиком, рассказал Дмитрий Певцов. Мужчина также поделился своим отношением к преподаванию актерского мастерства. Вместе с супругой Ольгой Дроздовой он ведет курс в студии Певцы Афтеатр. Дмитрий считает, что главное воспитывать в студентах человечность. Мы, конечно, заполняем их профессиональными вещами, но тот, кто захочет возьмет, делится знаменитость. Важно, чтобы они любили друг друга, научились не быть артистами. Потому что актерская профессия, по сути, порочная. Человек должен быть эгоцейонтриком, притягивать внимание. Вот есть такие артисты-артистовичи, которые, даже не контролируя как птенцы-кукушки, выталкивают своих конкурентов со сцены. Это страшно. Дмитрий Певцов признается, что с теплотой относится к своим ученикам. Сейчас он тяжело переживает за состояние одного из них. Напомним, что недавно во время занятий ученик Даниил Карасев упал в обморок. Состояние стабильное. Диагностированы травмы, полученные в результате падения, случился обморок, а вот причины самой потери сознания еще придется найти, сообщил актер. Продолжение следует...